МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, Дмитрий Владимирович, теперь бывало и веселее мы будем говорить про этот случай. Всем привет, с вами снова Александр Галкин. Камеру в руках держит известный оператор Дмитрий Владимирович. И сегодня наша задача спустить яхту Тарго-42 и перегнать ее в яхт-клуб Кошкинский фарватер на берегу Ладырского озера. Ну, попутно будем вам показывать, каким образом осуществляется спуск лодки на воду, ну, и небольшой обзор запишем. Ходовые испытания по ладырской волне обязательно будут, но как-нибудь в другом ролике. А сегодня вот такая, в общем, технически пыльный обзор. Итак, Тарго-42, это лодка 2008 года. С того времени, с 2008 года модельная линейка Тарго шагнула еще на два размера. Есть теперь размер 44-46 футов, но концептуально эти лодки абсолютно идентичны. Они отличаются размером, немножко функциональностью, но идея такого Гелендвагена на воде, ну, или мечта финского олигарха, потому что эта лодка, в принципе, по довольно неспокойной погоде всегда может дойти из Хельсинки до острова. Она присутствует у всей модельной линейки Тарго. Эта лодка приводится в движение двумя двигателями Volvo Penta D6 с двумя угловыми колонками DPH и винты встречного вращения. Вот видите, винты друг навстречу другу вращаются, две колоночки. На этой лодке установлены интерцепторы, но, в принципе, на всех Таргох интерцепторы разница у различных моделей состоит в том, что бывают угловые колонки, а бывают колонки IPS. Я там приложу фотографию, как они выглядят. На этой лодке стоит кормовое подруливающее устройство. Установлено оно между этими двумя колонками, поэтому, ну так, среднее эффективно, но, в принципе, иногда оно помогает. Конечно, лучше всего корму крутить поворотом угловых колонок. Что здесь у нас? А, здесь закрыто, но потом откроем. Ревизионный лючок для того, чтобы инспектировать угловые колонки. На самом деле это важная вещь, потому что движки мощные, лодка тяжелая, ходит на высоких оборотах, ходит на высокой скорости, и обязательно проводить регулярную инспекцию угловых колонок. По этой лодке обе колонки уже мы перебирали с 2008 года. Вот в этом году, вернее, в прошлом году мы их перебрали. Перебрали, потому что обнаружили эмульсию в масле, в ногах, и также на 500 часах столкнулись с проблемой, что просто провернулись винты на оси вала. Ну, говорят, что это такая история тоже нетипичная, но возможная для этих лодок. Так что каждые 500 часов прям особая инспекция, ну и лучше всего раз в сезон все-таки там пробочку откручивать и проверять эмульсию. Поднимаемся мы сейчас с вами на борт. Вот. Заранее лодка была подключена к береговому питанию, поэтому уверены в том, что аккумулятор заряжен. Кроссовер, давай заново, Дима. Кроссовер, давай. Но сейчас подним мотор на отсек. Так, открываем моторку. Вот они наши красавцы. Д6-370. В этом моторном отсеке финны поставили даже батарею. Но на самом деле в Скандинавии лодки используются... Иногда даже их вообще не поднимают из воды. Так, где у нас? А, у нас вот с той стороны, с той стороны стоит батарея. Движки Volvo Penta D6-370, как я и говорил. Когда мы лодку заведем, ну, спустим на воду, заведем, нужно будет обязательно посмотреть, чтобы пошла вода в систему охлаждения. Ну, а сейчас посмотрим, есть ли у нас антифриз. Да, все в порядке в этом движке. Ну, и дернем щуп. Щуп, конечно, мы еще дернем на... Когда прогреем немножко... Все, все свое ношу с собой. Искал. Так. Дернем мы щуп. Повторю, что прогреем, проверим еще, но хотя бы, что оно там просто присутствует. По максимуму залито. С этим движком все в порядке. Кстати, напишите в комментариях, что вы проверяете на своих яхтах перед спуском. Так, что здесь мы еще пока не выскочил отсюда. Кстати, вот эти вот сумки, здесь хранятся стулья складные, которые ставятся на палубу. Очень технично, потому что места здесь, как видите, много. Стулья куда-то их приткнуть в салоне некуда, то вот финны такую историю придумали. Здесь у нас топливный танк, фильтры топливные. Эти тяги, это идут к посту управления на всякий случай, если необходимо выключать подачу топлива. С той стороны стоит котел, группа аккумуляторных батарей, система пожаротушения. Все, в общем, такая история вся под рукой, вся понятная. С той стороны генератор. Так, давайте откроем вторую крышку. Так, по второму движку так же, сейчас я быстро гляну. На корме стоит якорь ковромовой, он не на цепи, он на ремне, вот он там виден. Здесь у нас дизель-генератор. И важный тоже элемент. На этих движках, понятно, что угловые колонки кингстоны там никак не перекрыть, да, вот он просто есть и есть, тут не надо особо что-то проверять. Но очень часто кингстоны закрывают у генераторов и забывают потом открыть и, в общем, здравствуй, импеллер. А импеллер в наше время достать то еще. Та еще задачка. Ну, в общем, проверяем. Так, проверяем. Все открыто. Да, здесь открыто. Там блоки зарядки аккумуляторов стоят и вот эта батарея, которая греет моторный отсек. Поэтому, если ходите с ранней весны до глубокой осени, то вот на этих лодках можно там включить батарею, чтобы движки не замерзли. Слышу я шум приближающейся к гидравлической тележке C-Lift, при помощи которой нас будут спускать на воду. А это значит, что пора повесить кранцы по борту. Так, какой борт у нас будет? Левый борт и завести швартовые концы. Все, увидимся на воде. Мы находимся на левом берегу Невы и пойдем вот в ту сторону, в сторону Ладоги. Что, Дмитрий Владимирович, сколько до воды у нас? Воду видишь. Воду видишь. Ну, хорошо. Вот такой слип. И туда нас будут спускать. Так, ключ на старт. Правый начинаем сначала. Завелся. Идем смотреть охлаждение. Все, вот видим, что в стакане вода пошла. Все нормально. Оставайся здесь. Сейчас я левый заведу. Тоже посмотрим. Немножко не хватает. Все-таки аккумуляторы, видимо, не полностью зарядились. Но есть кнопка, кроссовер называется. Все, левый тоже стартанул. Заходим мы в кошкинский фарватер. Что, Дмитрий Владимирович, подрули и тормоза придумали трусы, да? Не уверены мы, что у нас есть подруль. Так, палки я вижу, навтыкали на фарватер. А еще я бы хотел, конечно, колонки приподнять, но колонки тоже у меня не очень работают. Дима, давай проведем эксперимент. Включи вон там в щитке кроссовер, такую кнопочку. Так, и теперь я вижу. Кроссовер, давай заново, Дима. Ну что, мы дошли. Лодка у нас заглохла ровно в пяти метрах от причала. Назад отработать возможности не было. Хорошо, что ветер был прижимной к причалу. Сарга 31 не пострадала. Все в порядке. Да, Дмитрий Владимирович, теперь бывало и веселее мы будем говорить про этот случай. Просто в миллиметрах все. Ну, ничего, все хорошо. Все было под контролем. Да, Дмитрий Владимирович? Все верно. Все было под контролем. Кроссовер прям как разряд. Разряд. Да, малыш. А с тобой мы будем разбираться. Будем сейчас разбираться. Не без приключений, но мы пришвартовали. Задача выполнена. Сейчас будем разбираться, чего там у нас с аккумуляторами. Но еще раз убеждаю, что в любом деле главная команда. Дмитрий Владимирович, без вас мы бы западали сегодня с Саргу. Но, как обычно, все закончилось хорошо. Будем снимать про эту лодку еще для вас ролики. Потому что вон воды много. Акватория интересная. В общем, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»